В Ярославском торгово-экономическом колледже сегодня пахло пиццей. Ее готовили по случаю Международного дня этого популярного блюда. С 2017 года изобретение итальянцев включено в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Споры о том, с каких времен существует это блюдо, ведутся до сих пор. Чаще называют эпоху античности, а некоторые виды даже овеяны легендами. Наша съемочная группа сегодня попыталась внести свой вклад в разнообразие рецептов. Мы заранее подготовили, сделали ее из итальянской муки, твердых сортов, и будем делать пиццу. Как мы делаем? Мы берем наш шарик, делаем пальчиками бараночку. Так начинается занятие по изготовлению пиццы в Ярославском торгово-экономическом колледже. Студенты второго курса эту тему проходят впервые, поэтому преподаватель весь процесс показывает буквально на пальцах. Анна настоящий мастер по-итальянски Пицца Йола. Пиццу делать, да, сложно. Я никогда не работал с тестом. С ним очень сложно работать, потому что это настоящее итальянское, как мне уже сказал преподаватель. Готовят пиццу, а проходят одновременно и другие темы. Тесто для итальянского лакомства делают долго. Оно отдыхает несколько часов, прежде чем попасть в руки поваров. Конкретно то, с которым работают ребята, сделали вчера. Мы используем правильный, качественный сыр. То есть в идеале это, когда мы его готовим самостоятельно из натурального молока, ну ту же моцареллу, томатный соус, куда без него. Томаты собраны были в сезон, заготовлены в виде уже пробитых пюрированных томатов. И, собственно, сегодня они уже на пицце. В письменных источниках это блюдо упоминается с 997 года. Разновидность и тьма. Большинство открытые, но есть пицца и в форме конверта. Вегетарианские могут обходиться без молочных и мясных ингредиентов. И даже без пшеничной муки. Самая аутентичная итальянская пицца это маргарита, томатная база и сыр. Но мы сегодня решили добавить немножечко грибочков. Вот и чедера. И вуаля! Новый рецепт пиццы. Выпекают любимые блюда миллионов по-разному. В колледже практически как в Италии, в конвекторном шкафу, где температура достигает 400 градусов. И жаром полакивает со всех сторон. И еще один важный момент. Грамотно посадить пиццу на лопатку и аккуратно поместить в печь. Процесс достаточно легкий сам по себе. То есть уже один из моих студентов обучает другого, как правильно крутить пиццу. И в принципе, как ее создавать. То есть да, пока не ровно это получается. Но годы тренировок, даже возможно недели. И все прекрасно будет получаться у нас. В Италии пицца почитается как национальное блюдо. Там строго регламентируется и состав, и процесс ее приготовления. Вплоть до того, где должны произрастать ингредиенты и производиться сыр. По миру блюда распространили эмигранты. В Россию пиццу занесли 80-е. Вкус западной жизни россияне попробовали во время Московской Олимпиады. Сейчас этот символ перестройки прочно утвердился в рационе ярославцев. Марина Смарагдова, Денис Кауров. Главные телевизионные новости.